Девушки отдыхают Эмпайр всего на один поинт после победы, которая у нас пару минут назад случилась, отстает от Ниндзи в пижамах. На данный момент у Эмпайр 10 очков, у Ниндзи в пижамах 11. За каждую победу команды получают по одному поинту. Соответственно, ну пока Эмпайр уже 1-0 выигрывает, с чем мы сердечно их поздравляем. И давайте перейдем ко второму матчу. Во втором матче Эмпайр уже забанили Чена, СФ, Снайпера и Тролль Варлорда. Вообще не хотят они видеть мейнстримовых персонажей, да и правильно делают. Абсолютно солидарен с ними. Шейкер от Ниндзи в пижамах отправляется в баню, это понятное дело. Пощечина Йоку. Ну Йоку и в прошлой катке неплохо повел себя на Веномансере. Но также отправляется Ancient Operation и точно так же в баню уходит у нас Висп от Ниндзи в пижамах. Еще раз решили обратить внимание на Йоку и это даже не удивительно. Забанили Веномансера. На данный момент в пике у Тим Эмпайр Брюмастер уже имеется и имеется также Зевс. Ну и со стороны НИП, Венга и Бэтрайдер в сложную. В прошлой катке Зевс от Эмпайр стоял у нас в сложной вместе с Йоку. И хочу вам сказать, не такая уж и сложная для команды Эмпайр получилась. Все относительно круто вышло. Веник все, что необходимо было выформить, по итогу выформил. Без ульты до 9 левела. Дальше 10-11 ульта и уже с Аганимом разговор с ниндзями был достаточно коротким. Леон третьим пиком для Ниндзи в пижамах. Даззл для Эмпайр. Брюмастер тоже. Я думаю, Брюмастер у нас скорее всего для Сайлента. Хотя, в общем-то, Йоку на сложной мог бы на Брюмастере сыграть. Да и в мид-резолюшен. Короче говоря, Брюмастера куда ни засунь, везде хорошо будет смотреться. Бетрайдер, Леон, Винга. Ну, осталось мидера команде НИП забрать. И осталось забрать Мейнкерри. Пока что наметок никаких. Тролля забанили, это приятно. Тролль уже, честно говоря, подзадолбал вместе со снайпером. Ну, СФ тоже вроде бы раньше какая была Дота. Появляется СФ в пике. У всех волосы дыбом становятся. И хочется плакать. Одновременно смеяться. А теперь СФ в пике. Это, в общем-то, рутина боли и унижения для зрителей, для коммендаторов, для всех. Ну, просто утомил СФ на самом деле. Видимо, ни одного меня. Тим Эмпайр примерно так же думает. Ну, это хорошо. Хорошо. Минута у ниндзи на то, чтобы забрать четвертого героя. Кто вообще в мид может отправиться? Да и против кого, собственно, в мид отправляться, пока не ясно. Так что карты больше в руках Эмпайр. Задумались НИП. Задумались. Не берут пока никого. Даже как-то странно, что здесь вообще думать. Там любого бери, каждый будет хорош. Пока уже имеется два стана. Имеется лассо. Уже, в общем-то, контроля предостаточно. ОНИП. Надо бы кого-то рукастого, кто может дамажить серьезно. Или хотя бы в кучу всех собирать. Вообще, что там Эмпайр пророчат? Соточка Зевс для Алохи. Ну, пускай. В прошлом матче Алохо Дэнс на Зевсе троллю в соло рассказывал. Там бедняга просто сыпался. Антимаг у нас для ниндзей. Нашел эра своего персонажа. Наконец-то взяли. Ну, теперь этого антимага чем-то нужно контрить. Кто-то должен с ним разговаривать либо в начале игры, либо в конце. Ну, в конце с антимагом, конечно, не очень простой разговор идет с перефармленным антимагом. Ну, загнобить всю команду антимаг, конечно, в соло не вывезет. У нас недавно Блэк за Тим Тинкер антимагом не появлялся в драках на протяжении минут 20, наверное. Формил просто как чумной. Наформил себе триллиард артефактов, 18 слотов. Пришел файт, один раз умер, на байбэк денег нет. Все, Тим Тинкер рассыпались. Блэк вообще, честно говоря, кривовато. Зашел для данного европейского коллектива. Ну, здесь я не думаю, что такая ситуация будет у ниндзи в пижамах. Ну, вообще антимаг, Контридс и антимаг не тот персонаж, который вообще безоговорочно в перефармленном состоянии выигрывает. Как, к примеру, Фантом Лансер или, к примеру, та же Медуза с огромным количеством артефактов. Ликан для Эмпайр. Ой-ой-ой, горе вообще для Эмпайр. Резолюшн, по-моему, месяц назад у нас на Ликане. Собрал рефрешер орб на 50-й минуте, по-моему. Не оставил денег на байбэк. Слилась Эмпайр, который выигрывали порядка 15 или 20 тысяч по золоту. Отдали катку. Ну, думаю, тут уже ситуация повторяться не будет. На эти же грабли наступать было бы бессмысленно. Короче, сундучок со сказками на игрокам ТВ. Все, что помню, рассказал. 10 секунд. У Ниндзи 10 секунд на то, чтобы выбрать Мидера. Пока что даже намека на Мидера нет. Ну, кто это будет? Энигма для Ниндзи в пижамах. Вот Энигму для Эмпайр было бы интересно посмотреть. Если бы Йоку в сложной на Энигме отыгрывал. Ну, для Йоку, видимо, уже подготовили персонажа. Ликан. Дазл Зевс Брюмастер. Кого, собственно, не хватает? Нужно подчеркнуть. Ликан смело может, я думаю, отправиться в Мид. Брюмастер может зайти для Йоку. Алоха Денс у нас на Зевсе. Always for the Fly скорее на Дазли. Ну и осталось Сайленту теперь кого-то взять еще. Итак, в принципе, дамажащая неплохая стратегия. Бьют все, бьют больно, бьют по многу. Минута у Империи. Кто же будет у нас для Сайлента? Если, опять же, я более-менее правильно читаю то, что здесь происходит. Смотрят, ждут. Задумалась. Задумалась Империя. Но время еще, в принципе, есть. Вообще, стратегия не ярко выраженная у команды Импайр. Тут от реализации больше зависит. Нет каких-то нон-стоп масс ультов. В общем-то, один Зевс разве что нормально дамажит по всей карте. А так все зависит от протекания файтов. Но пока в файтах выживаемости у Империи, по-моему, достаточно. Во-первых, Брюмастер я попробую разложи. Во-вторых, Ликан. Попробуй догони его и поймай. Живучие все плюс Дазл на подсейв. В любом случае, драки будут, скорее всего, за Импайр. Рубик для Импайр. Энигма и в ответ Рубик. Понятно. Ваш Блэк Холл, наш Блэк Холл. Посмотрим, что из этого выйдет. Резолюшн забирает себе Ликана. Always Wanna Fly будет у нас на Дазле. Silent забирает себе Брюмастера и... И... Йоку или Алоха Дэнс. Йоку берет Рубика и Алоха Дэнс для Зевса. Йонасом Фан у нас на Энигме будет отыгрывать в... Не знаю, наверное, в Сложный у нас Йонасом Фан будет на Энигме отыгрывать. Где вообще ему стоять еще? Ну или в Лес пойдет Энигма, кто-то тогда будет стоять на Сложной. Лимп забирает Бэтрайдера. И, как я понимаю, это Бэтрайдер в Мид. Иначе я вообще тогда ничего не понимаю. Силкит на Винге. Хэнскен отыгрывает у нас на Леоне. Ну и, конечно же, Эра на полуголом антимаге. Боже-боже, уберите от экрана детей. В четвером отправились во вражеский лес. Ой, в свой, точнее, лес. Игроки команды Empire будут контролить топ-руну. На нижней руне разве что Йоку там сможет понаблюдать, как ее заберет. НИП, по большому счету, количеством должны НИП отжимать рону. Йонасом Фан уже подпортил тут немножко лесок. Вард свой поставил. Йоку стоит в кустах. Энскин. Видят ли друг друга? Нет, друг друга не видят. Такая вот занимательная дота. Ну, разошлись по лайнам. Эра на антимаге. Это, конечно, немножко опасно, потому что Эра, понятное дело, фармит великолепно. Из всех, кто у нас на карте, Эра из всех игроков обеих команд. Я думаю, Эра, наверное, все-таки под фарм заточен мощнее, чем кто-либо еще. Из всех десяти человек. Как Йоку в сложной у нас отстоит на Рубике, вот это действительно вопрос. То ли это будет просто Рубик, который должен получать левел и больше ничего, а дальше молиться на то, чтобы украсть Блэк Холл. Или этот Рубик что-то себе будет позволять. Ну, глянем, глянем, глянем. Безусловно, Рубик от левела зависит очень сильно. Не столько от артефактов, сколько от опыта. Резолюшн в миде на лекане против лимпа. У резолюшна, по-моему, здесь будут проблемы. На начальных левелах так точно. Лимп уже начинает у нас гонять резолюшна. Три стака на нем висит. Лимп будет фармить, резолюшн будет бегать и плакать. Вот такая вот, собственно, такой персонаж. Тут на ранних левелах вообще толком делать нечего. Хауль проучил нас еще и резолюшн. Даже прохарасить толком лимпа не может. Но стак за стаком, удар за ударом. Резолюшну срочно нужен Мэджик Вонт. Вообще полнейшая боль будет для него на лайне. Йоку нормально харасит. Силкиду наваливает, наваливает по чуть-чуть Эре. Правда, не фармит. Это, конечно, минус. Да, так и получилось. Йонас Омфан так здорово отстоял в прошлой игре на сложность, что решила команда «Иди-ка ты, пожалуй, в лес и вообще не выходи оттуда до появления Мекки Даггера и Блэк Кинг Бара на Энигме». Там загнали тролля полнейшим образом. В итоге оказался бесполезный персонаж данный. А так быть точно не должно. Все прекрасно это понимают. Против Йоку Вардят. Йоку Де Вардит. Вообще приятно наблюдать за данным игроком. Действительно какая-то свежая кровь во всей СНГ Доте. И приятно смотреть на это. Когда говорили, что Йоку каким-то там образом отправится в Na'Vi, кто-то там из каких-то комментаторов говорил это в своих эфирах. И потом возня произошла во всем комьюнити. Честно говоря, даже смешно было смотреть, что Йоку уйдет в Эмпайр. В это слабо верится. Он у одной из самых светил пятен в Эмпайр, насколько мне кажется. И больше на его стиле игры базируется стиль игры всей команде. Ну, опять же, опять же, исключительно субъективное мое мнение. Пришли помогать Резолюшину. Резолюшин бедняга. 8 крипов. 10-1 идет у нас Бэтрайдер. Выйдет ли отсюда Бэт? В инвизе у нас Йоку. Поднимают у нас Йоку. Назад. За крипов Йоку, скорее всего, цепляют. Да, разобрали у нас Йоку. First Blood Resolution. Дотерпелся. Дождался своего звездного часа. Бэтрайдера на миде съедают. Сайлент вообще на вольных хлебах. Никто ему не мешает. Спокойно стоит фармит. Третья минута только началась. Сайлент уже почти пятого левела. 4,5 у него. NIP в собственном лесу в четырех экземплярах. Даже удивительно. На сложную не подходят. Йонасом Фан здесь, понятное дело, будет фармить лес до упора. Сложная никуда. Никому не отходит. Там просто держи линию, Сайленту фарми. Фарми не хочу. Эра по фарму пока на равне идет. С Сайлентом по 21 крипу ребята уже заработали. Давайте на нетворс и переключимся. В общем-то, 4 минуты у нас прошло. Какая-то картина вырисовалась. 2,100 у нас у Сайлента на легкой. Так, кстати, лимпа у нас зацепили. Сбрасывает его на лоу-граунд. Должны разбирать здесь мидера команды NIP. Забирают бэтрайдера. Ну и пошла погоня за силкидом. Хэнскин. В спину выходит. Йоку. Подкопали. Хекс. Живет. Йоку. Должна выигрывать. Ну да, это, собственно, и видно. По золоту 800 в пользу Empire. По экспириенсу более 500 в пользу все той же Империи. У Сайлента появляется Power Threads. Я там где-то видел у антимага тот же артефакт. Ну, фармят относительно одинаково. Там разница незначительная. Резолюшн по фарму уже обогнал у нас бэтрайдера. Кстати, резолюшн у нас от бэтрайдера сыпется под собственным тавером. Несколько стаков, но бэтрайдер свое дело сделал. Шестой левел уже лимб у нас заработал. Теперь осталось нафармить на даггер. И тогда можно будет под диктовку команды NIP проводить файты. Пока, разумеется, так не происходит. Сайлент зашел за тавер. Собираются, видимо, сносить тавер. Да, пропушили крипов, всех избили до полусмерти. Ну, и теперь будут забирать Т1. Можно ходить по линиям. У Сайлента уже имеется шестой левел. Значит, драки не грех будет навязать. У Йоку тем временем четвертый левел. У Эры шестого еще нет. Хэнскин решил попытать части. Пошел на топ-лайн. У Сайлента нет даггера. В принципе, ворваться в Хэнскина возможности никакой не имеется. Олвейс Фонофлай отсюда уходит. Олвейс Фонофлай. Ну, по фарму, понятное дело, никаких возможностей, какие-то артефакты заработать не имеется. Забрали Бэтрайдер. Бэтрайдер, точнее, забрал у нас Зевса на миде. Миднайт пульс под ноги. Но, опять же, через Файрфлай, через Напал. 2-3. NIP огрызнулись. И это более чем ощутимо. По золоту 1000 пользуем Файр. По экспириенсу чуть более 500. Зацепили Хэнскина. Йонас Омфан. Пошел Блэк Холл по двоим. Сайлент. Без Праймал Сплита. Нет маны на Праймал Сплит. Точнее, на Праймал... Да, все правильно. На Праймал Сплит, конечно же. Ушел отсюда Сайлент. По факту разобрали всего лишь одного саппорта. Always One of Fly у нас погибает. Счет становится 3-3. Ну, что? NIP кое-как игру выравнивают. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по кусочку отковыривают. Ну, уже получается. Резолюшн пошел в ульте. Нарезать по Йонасу Фану. Просто три удара понадобилось основному волку. И чуть-чуть натыкать от маленьких волков. Все получилось быстро, красиво. И почти никто ничего не заметил. 3-4. Зарабатывает Резолюшн 330 за данный мув. Ну, неудивительно. Опять же, под ДД у нас Лекан. Там бедняга Йонасу Фан отхватил по первое число. Что у Йоку? Что у Эйры по артефактам? У Йоку, в общем-то, ничего толком нарисоваться не может. Йоку тут, в общем-то, стоит терпит на сложной. А у Эйры уже какие-то артефакты появляться должны были. 3-500. NetWars у антимага. И пока... Собственно, пока Ring of Health. И также Power Threads. В это время забрали у нас Леона на топ-лайне. 3-5. Империя впереди. И у нас у Фана есть Soul Ring. До Даггера еще далековато. Пока что ничего такого не предвидится у Лимпа. Немного совсем. 300 по золоту. И будет готов к Даггеру. Сайлента тоже 750 до Даггера. Resolution. Покупает себе Ring of Basilis. И выходит постепенно-постепенно в Латмер. Уже имеется медальон. В общем-то, драться на ранних минутах можно. Что там у нас у Aloha Dance? Шестой у Зевса есть. У Рубика тоже есть шестой. Врывается у нас Йоку. Зацепили Бэтрайдера. Моментально разобрали. Aloha Dance по голове сверху. И под ноги Клэп от Брюмастера. Очень быстро уничтожили у нас мидера. Кстати, это третья смерть для мидера команды NIP. 6-3 Empire впереди. Сайлент выходит у нас в спину к Эре. Будут ли вообще на лайн перемещаться Йоку и Сайлент? Сейчас увидим. Пока просто рейд по лесу устроили. Йонасом Фанны начинает тут подгрызать волки. Ну, тут, собственно, короткий разговор с любыми волками от Энигмы. Разумеется, конвертировать в свою пользу никто не запрещал любых пэтов. У Aloha Dance соло ринг имеется. 7-й левел есть. Верхняя на 4 прокачана. Сайлент с Йоку стоят. Готовы врываться в силки. Да, понимают, что где-то тут венга недалеко. Правда, вижена, я понимаю, не имеется. Да, как видите, никакого вижена нет. Рубик в это время забирает у нас Бэтрайдера. Да что ж так только здесь Йоку стоял. Отправился на топ. Топ развалил Бэтрайдера в компании Always One of Flyer. Ну и, конечно же, в компании Resolution. Йонасом Фанна увидели у нас. Верхняя пошла от Aloha Dance. Сразу же нижняя. У Йоку телекинез уже готов. Надо просто у нас увидеть Йонасом Фанна. Миднайт пульс под ноги. Aloha Dance под Миднайт пульсом немножко погорел. Но, в любом случае, быстро разобрали у нас Энигму. Ну и здесь, опять же, силки забирают. 3 в 0. 3 в 0 с учетом Бэтрайдера, который у нас умер на топе. Империя уверенно себя чувствует на ранних минутах. Видно, что прошлая катка не была случайностью. И Empire подготовились более чем хорошо. Вверху Т1 у нас уже давно снесен на миде. Даже не начинал гореть. Ну и внизу тоже не дамаженный Тауэр. Ну и Empire стоят Таура вообще не тронуты. Здесь, разумеется, Тауэр неприкасаемый. Потому что Йонасом Фанн у нас на сложной не стоял. Отправился в лес и там пытался себе что-то выформить. Энигма, кстати, не в даггер у нас идет. А Black King Bar будет собирать Йонасом Фанн. У Эры клеймор уже на руках. 500 сверху. Хэн скина 800 на руках. Ну, тут, пожалуй, выход будет в даггер. Дальше уже посмотрим на Аганимы и... ...прочую ерунду на Леона. Силкит не интересен. Бэтрайдер... Бэтрайдер до сих пор не может купить себе даггер. Лемпу всего немного остается. И это немного постоянно увеличивается. Из-за неудачных файтов со стороны лемпа. То в лесу его развалили, то развалили на топ-лейне. Но надо куда-то вообще, не знаю, вытеснить Йонасом Фанн от того же и начать... ...фармить собственный лес. Сайлент, по-моему, здесь подстрял. Параймал сплит провязал. Будет еще и драться. Не уходит вообще отсюда. Сайлент решил сначала развалить Бэтрайдера, потом удалиться. Ну, за Бэтрайдером бежать не лучшая идея, по-моему. Овейсона Флай уже здесь. Силкит, стан в Дазла. Эра на лоу ХП. Эра блинкаут отсюда. Разваливает у нас Леона. Йоку забирает фраг. Пошла погоня дальше. Йоку прыгает на блинке, ворованном за лемпом. Потом подняли лемпара, забрали. Дабл килл от Йоку. Вот вам и Рубик в сложной. Дабл килл от Йоку и две... ...две двести почти... Да что ж такое? Рубик, Рубик. Да, Йоку немножко перестарался. Ну, постой немного. И Мэджик Вонт в откате. Не в откате, точнее, без зарядов. И маны не хватает на элементарный... ...ТП отсюда. Забрали Т1. Убили двоих героев, забрали Т1. Ну, Йоку классно, конечно, реализует ворованный блинк. Более крутого артефакта на Рубика. На ранних левелах... ...эээ, не артефакта, конечно же, а ворованного скилла. На ранних этапах для Рубика и не придумаешь. Собственно, встроенный даггер. Теперь уже и свой даггер будет у Рубика. Можно что-то повменяемое украсть. Сайлент по ДД с даггером. 1500 сверху. У Эры, тем временем, 1000 на руках. Клеймор есть, есть. Ринг оф Хеллс. Осталось порядка 2000 до Баттлфьюри. Ну, уже 14-ая минута идет. У Эры не то, что не тайминговый Баттлфьюри будет, а с таким плотнейшим опозданием, что стыдно кому-то рассказать. Резолюшн. Владмир себе собрал. Также собрал Ставфа Физодри. Ну, и уже скоро будет готовый Некрау. У Резолюшна также имеется медальон. Владмир ПТ. Ну, в общем-то, классическая сборка на Ликантропа. У Лимпа есть даггер. Правда, драться пока никто ему не даст. Вся команда NIP в разных частях карты. По два, по одному. Вместе не собираются. Ульта пошла от Зевса. Ну, опять же, прочекать, где кто находится. Отправляется Эмпайр во вражеский лес. Не кто-то там, а отправляются саппорты фармить крипов во вражеском лесу. Даже удивительно. Резолюшн на Эншентах. В миде у нас Йоку. У Йоку после даггера еще 560. Кстати, даггер появляется у Йонаса Мфана. Все-таки Огар Клапас оставил. Не стал его угрейдить до Блэк Кинг Бара. Решил подраться в лесу. Даггера уже не будет у нас, у Йонаса Мфана. Ну, как и, собственно, ХП за быстрый-быстрый рассказ. Эра пытается отсюда уйти. Под Пойзон Тачем. У Йоку есть блинг. Никто никого никуда не отпустит. Алоха Дэнс. Дабл килл на Энигме, на Антимаге. В принципе, в принципе, Антимаг по факту вообще, по своему амплуа Коргероя тут главный персонаж. Ну и, конечно же, в составе НИП главный персонаж здесь Энигма. Будут ли удачные Блэк Холлы у нас? И будет ли возможность для Антимага просто наваливать с руки? Все это зависит от качественных Блэк Холлов от Энигмы. В это время Сайлента у нас разобрали на топе. Леон плюс Бэтрайдер. Все по ульту сбросились. Плюс немножко догорел. Ну, короче говоря, Сайлента забрали. 4-13. Вообще невелика потеря. На самом деле. Хотя и тысячу по золоту НИП заработали. Т2 внизу падает. По товарам 3-1. В пользу команды Империя. Резолюшин выход на Т1. Некра есть. Волки есть. Хауль провязал. Через 5 секунд будет ульта. Аэгис тоже у Резолюшина есть. Поймали у нас лимпа. Мега килл для Йоку. Йоку просто божит в этой катке. И сложный Рубик. Все, что надо было вынести, вынес. Тут еще, я так понимаю, немного до Йула. Да, на Йул у нас выходит Йоку. На второй тавор по миду отправляется Империя. И никто им ничего, собственно, сказать не сможет. Йонасом Фан вместе с Эрейс стараются забрать Т1. У Эры. У Эры Персеверанс, у Эры Клеймор и 300 по голде остается до Баттл Фьюри. Это будет 17 или даже 18 минута. Это дохрена как много. Резолюшин с волками. Грызу. Даже Хауль не провязали. Можно идти на Т3. Как я понимаю. Да, ульта пошла у нас от Always One a Flyer. Врыв от Сайлента на хайграунд. Забирают крипов. Но здесь один хенд скин. Да нет, не один. Но тут опять же вечеринка бомжей. Никто толком с руки бить не может. Все от скиллов зависит. Ну, попробую еще поймать Эмпайр. Да, Эмпайры отошли назад. Стянули сюда на свой хайграунд всех игроков НИП. И отходят. Ну, недалеко опять же отходят. Отходят за первый лесок. Флэмбрейк. Более защитный флэмбрейк, конечно. Чем какой-то врыв организовать. Попытались крипов убрать. Но крипы живы. Некоторые крипы живы. А здесь, собственно, у Резолюшена есть свои ребята. Резолюшен на лоу хп. Аэгис есть. Хотя и Аэгис еще не будет потрачен. Потому что под Грейвом у нас бегает Резолюшен. Лимб отлетает поближе к своему фонтану. Убили Силкида. Убили Леона. Все живы. Все флловы. Резолюшен потерял в итоге Аэгис. Но опять же встал с фуллманой. Фулл хп. Ульта у Резолюшена имеется. Будет ли ее юзать. Откатились уже Некра. Вторые Некра прилетели к Резолюшену. Сразу же провязали. Ну и начинают пилить Т3. Алоха Денс. Власо. Лимб моментально рассыпается еще до приземления с Телекинеса. Врыв от Сайленда. По спине ее на Сомфану наваливают. Что? Йоку просто развлекает команду Найпи на их же хайграунде. Алоха Денс. Киллинг Спри. Ну как так вообще? 4.18. Найпи трещат и трещат по швам. Эмпайр валит. Валит полнейшим образом. Резолюшен. Под Грейвом. Разверни Сидирис. Никто не отпустит тебя отсюда. Резолюшен. Нет. Нет. Бежит. Бежит. Под хилл есть. Резолюшен жив. 90 хп жив. Йоку украл Блэк Холл. Просто маны надо Йоку. Залейте кто-то Йоку. Маны. Да все. Йоку уже у нас без Блэк Холла. В данном файте будет. Фейтбол. Последний. Последнюю ману сожрал. Йоку дальше погоня за Йонасом Фаном. Короче говоря. Боли унижения для Йонаса Фана. Две последние катки. Блэк Холл нормально не провязал. Еще и подарил его Рубику. А Рубик что с ним делать точно знает. Разваливается мид у команды НИП. 19 минут. Одной линии уже нет. Внизу стоит. Собственно только Т3. Т2. Внешних товаров нет. Можно идти и сносить низ. Но. Решили отойти назад. Команда Эмпайр. В общем-то уже третий некра у нас у Резолюшена. Как-то отхилиться. Пополнить ману всем. Ну а там уже ждать пока Рубик. В исполнении Йоку. Отмочит какой-нибудь Блэк Холл. Блэк Холл неужели первого левела у них? Да. А ну в принципе да. Блэк Холл у нас сейчас не максится. Смысла в этом никакого. Дэмэдж растет. А количество времени не увеличивается. У Резолюшена появляется Плейт Мэйл. Как я понимаю готовится выход в Кирасу. Давайте вообще пройдемся по тем, кто у нас денег заработал на вражеской половине. Блэк Кинг Бар. Блинк Даггер. И постепенный выход в Аганим от Сайлента. У Зевса. На котором Алоха Дэнс у нас отыгрывает. Юул есть. Есть Форс Став. Ну и по чуть-чуть еще каких-то полудеревянных артефактов. У Лекана. Третий Некра. Есть Плейт Мэйл. Есть Владмир. Для драки все великолепно. Единственное, что БКБ не помешал бы Резолюшену. Ну опять же на усмотрение. Ну и Даззл. Постепенно, как я понимаю, выходит у нас. Да вообще неизвестно куда выходит. Будет много куда можно выйти с таким набором. Ну что, есть Блэк Холл у Йоку. Будет ли Блэк Холл и научит ли у нас Йоку нормально ставить Блэк Холл и Йонасом Фана. Пока что горит у нас Т3 со стороны команды НИП. Выходят на бараки. НИП не реагирует. Они просто фильм не вижу зла. Стоят и смотрят. Сайлент в БКБ. Где Йоку? Йоку далековато отсюда. Три даблкил у нас от Алоха Дэнса. Йоку, в общем-то, Блэк Холл не заизал. Ну разве что сейчас повеселиться под фонтан. Пошел Блэк Холл от Йоку. Поймали Эру. Но это уже, собственно, избиение покойников. НИП проигрывает вторую катку. Эмпайр зарабатывает 2 поинта в данном Best of 2. И выходят на первое место. По 11 очков. У обеих команд. И с чем мы, собственно, поздравляем Империю. Ну что, на сегодня у нас Join.MLG Pro League заканчивается. Эмпайр прекрасный, по-моему. Часик нам времени подарили. Общего игрового времени. Услышимся с вами уже завтра. Там 3 или 4 каких-то хороших матча будет. Пока не забывайте. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Ну и нажимайте follow на Twitch. Было приятно для вас комментировать. Спасибо, что зашли к нам. Заходите еще. У микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok